В Омске почтили Собор Святых Омской Метрополии. В понедельник Второй Седмицы Великого Поста митрополит Омский Таврический Владимир с епископом Калачинским и Муромцевским Петром из Духовенства Омской Епархии совершил в Кафедральном Соборе Успение Пресвятой Богородицы литургию преждеосвященных даров. Накануне празднования Собора Святых в Омской Метрополии Духовенство Омской Епархии объединилось на Общеепархиальной Исповеди перед Великим Повечерием, чтобы на следующий день за соборным служением литургии преждеосвященных даров приобщиться к святых христовых тайн. Презирая им вся содеянная, оставляя неправды, превосходя и беззаконие, ты, Бореков, если Господи, хоть я не хочу смерти грешника, но я, поезжу, обратитесь и живу быть ему. Пять лет назад Собор Святых Омской Метрополии был внесен в Месяцы слов Русской Православной Церкви по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В собор вошли семь святых земли Омской. Празднование собора совершается в дни памяти святителя Сильвестра Ольшевского, архиепископа Омского. Я вот сегодня специально приехала из Москвы, чтобы поищить память священного исповедника Сильвестра Омского. Попросить помощи, чтобы в искушениях, которые сейчас происходят и будут происходить, возможно, в будущем, тоже управлять мужество и твердость. Люблю новомучеников и исповедников российских, особенно Сильвестра Омского, потому что он близок к мне. Я так чувствую, очень сильно меня понимает и поддерживает. После литургии в Нижнем храме Успенского собора митрополит Владимир с духовенством совершил молебен перед ракой с мощами святителя Сильвестра. Величаем, величаем вас «Святителю Творче Сильвестре» и всесвятит земли Омские. По окончании богослужения митрополит Владимир напомнил о важности и необходимости молитвенного почитания наших святых соотечественников. Прошлый 20 век в этом городе очень многие приняли мученичество и просияли перед нашим Господом Иисусом Христом. Вот один из них был первый святой священномученик Сильвестра, который столь лет тому назад пострадал за православие, за имя Божие. Владыка до сих пор за нас молится и переживает за всех нас. И поэтому любой меч, ну и, собственно, любой гость нашей области, епархии, который придет к раке святых мощам, он сможет обратиться и мы веруем, что Владыка услышит нашу молитву. По сей день дивный сон омских святых, возлюбивших своего создателя больше самих себя, молится пред престолом Вседержителя о спасении нашего города и всего Отечества. Субтитры создавал DimaTorzok